Действующие лица Управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства города Краснодара Людмила Павлова. Здравствуйте, Людмила Викторовна. Добрый день, здравствуйте. Людмила Викторовна, давайте вот с чего начнем. Буквально не так давно с начальником вашего управления. Мы, правда, в нашей студии, не вот так дистанционно, перед началом карантина, мы говорили о перспективах развития малого и среднего предпринимательства здесь, в городе Краснодаре. эти перспективы были достаточно интересными, не произнесу слово радужными, действительно достаточно интересными и достаточно реалистичными, что самое важное. Но вот мы уже месяц на карантине, и я так понимаю, что обстановка несколько изменилась. Да, как говорится, ничто не предвещало. Ситуация действительно изменилась, мы пока не можем в таком буквальном выражении оценить эти масштабы, если говорить о численности предпринимателей, которые сейчас действуют в Краснодаре или ожидают действия. Потому что по состоянию на начало года было зарегистрировано свыше 83 тысяч субъектов, а по состоянию на 10 апреля уже 85. Ну, конечно, с учетом того, как сейчас предприниматели переживают эти испытания кризисные, конечно, ситуация вполне вероятно изменится. И сейчас наша задача совместно сделать все возможное для того, чтобы сохранить потенциал тех предпринимателей, которые настроены по-боевому и готовы продолжать дальше деятельность. О том, что, в общем-то, этот настрой присутствует, сейчас, говорит, торгово-промышленная палата сейчас проводит оперативный онлайн-опрос. Они запустили в масштабах Российской Федерации опрос предпринимателей «Бизнес-барометр страны». В нем принимают участие свыше 83 регионов, в том числе предприниматели нашего региона. Так вот, по тем опросам, которые уже обнародованы, 46 предпринимателей заявили о полной остановке деятельности. Но при этом, значит, 40, только 10% от общего количества сократили сотрудников на своих предприятиях. Остальные продолжают начислять зарплату, либо сохранять штат сотрудников. Ну, смотрите, Людмила Викторовна, вы же, я так понимаю, сейчас говорите это в масштабах страны. Я прекрасно понимаю, что сейчас, наверное, в тех условиях, в которых мы с вами находимся, посчитать более точные цифры в рамках города Краснодара, да я думаю, даже и Краснодарского края, наверное, достаточно сложно. Но, может быть, по вашим ощущениям, может быть, по вашим общениям с теми предпринимателями, которые и до этого, до карантина работали с вами, да, сейчас к вам обращаются. Мы об этом поговорим несколько отдельно. Эти цифры для города, насколько они, ну, скажем так, сопоставимы, да, мы можем на них ориентироваться и понимать, что в городе Краснодаре, ну, примерно такая же ситуация. Хочу сказать только одно, что вот по результатам общения у нас тоже работает телефон горячей линии 259-52-33. Ежедневно мы принимаем большое количество звонков. На сегодняшний день мы отработали уже около 900 звонков. И есть совершенно четкое понимание того, что предприниматели прилагают все усилия для того, чтобы сохранить коллективы. И есть большой запрос на новые инструменты работы в условиях кризиса. Вы тоже проводили не раз встречи в нашем Центре муниципальном развития предпринимательства, который мы открыли в прошлом году и который работает и в этом году продолжает. Так вот, на базе этого Центра в условиях ограниченных возможностей, но тем не менее мы проводим сейчас вебинары с предпринимателями, на которых разбираем практические инструменты работы в условиях кризиса. Допустим, бизнес вне офиса. Как его организовать эффективно, как контролировать работу, ставить задачи, получать результат. Либо, допустим, каким образом организовывать успешные продажи в период кризиса. Ну, не просто продажи, а чтобы они еще были успешными, результативными. Как повысить производительность команды, тоже на удаленной. Ну и, безусловно, большое количество консультаций, связанных с мерами поддержки, которые сейчас предусмотрены. А скажите тогда, раз уж мы об этом сейчас заговорили, а мы вот в таких вебинарах, как вы говорите, в таких встречах, в таких, может быть, в таком общении, мы сейчас используем, ну, скажем так, опыт неких экспертов, которые там за пределами города Краснодара, или там за пределами Краснодарского края. Или мы используем опыт наш, опыт городской. Ну, наверняка же, да, есть какие-то части, или там есть какие-то отрасли, которые не остановились в период карантина, они продолжают работать. Есть, наверняка, какой-то успешный опыт той же самой удаленной работы в городе Краснодаре. Мы своих специалистов привлекаем. И вторая часть вопроса, если позволите. А вот те предприниматели, у которых сейчас более или менее все хорошо, готовы ли они со своими коллегами, может быть, в какой-то степени даже конкурентами, делиться вот той информацией, которая помогает им сейчас выживать, помогает им сейчас вести бизнес? Спасибо за вопрос, потому что на самом деле так и происходит. Те, кто смог адаптироваться, перестроиться, либо чей бизнес был готов к работе и в таких условиях, они как раз и делятся своим практическим опытом. У нас большое количество опытных предпринимателей, и специфика наших вебинаров строится именно на практическом опыте предпринимателей. Они говорят на одном языке, это не академические выступления, это выступления практиков, которые завоевали авторитет в профессиональном сообществе. И они, как правило, узкопрофильны для того, чтобы предметно разбирать каждый вопрос. Поэтому здесь открыто делятся всеми наработками, которые есть. Высылают любому, кто заинтересовался этими наработками. И они у нас в свободном доступе на сайте платформа краснодар.ру. Любой желающий может зайти, посмотреть и присоединиться к нашему сообществу, к этому движению взаимовыручки бизнес-участников. Скажите, Людмила Викторовна, ну вот опять же, в том числе и с вами мы об этом говорили, и говорили не раз, и с вашими коллегами о том, что в Краснодаре, вот в этой структуре малого и среднего предпринимательства, да и вообще в экономике города, ну была такая в какой-то момент достаточно, может быть, уникальная ситуация. Город очень сильно в экономическом плане прирастал торговлей. Ну вот у нас было достаточно много и торговых точек, и больших, и маленьких. И очень часто из других регионов, да, там из Ростова, из Ставрополя приезжали к нам на такие, знаете, воскресные шоппинги за развлечениями. Да, я понимаю сейчас, крупные торговые центры закрыты. Да, сейчас, наверное, индустрия развлечений, там, общественного питания достаточно серьезно пострадала. А вот то, что у нас было много магазинов, то, что мы хорошо и активно торговали, можно ли рассчитывать, что, а, это все выживет после карантина, и, б, это станет таким определенным драйвером, когда мы будем после карантина поднимать экономику? Вот вы правы, Алексей. Дело в том, что торговля, она в структуре экономики Краснодара всегда занимала лидирующую позицию, не менее 46% она составляла. И сейчас этот удар, в первую очередь, пришелся как раз на сферу потребления и оказания услуг. Поэтому серьезные испытания сейчас эта отрасль проходит. И в том числе готовность перестройки на дистанционный способ общения. Если кто-то не вел клиентскую базу, то сегодня он об этом уже... Сильно пожалел. Мягко говоря, пожалел и пытается всеми силами наладить, собрать те крохи, которые у него были в период, когда об этом даже не задумывался. Поэтому сейчас происходит тотальный пересмотр позиций, на которых строился бизнес. И очень многие пришли к выводу о том, что не хватает каких-то компетенций в условиях стремительно меняющегося мира. И нужны эти знания, нужен опыт, потому что начинать с нуля дорого и долго. И нет такой необходимости, потому что на сегодняшний день накоплен значительный опыт уже успешных предпринимателей, прошедших эти этапы. И есть возможность просто получить эти знания в готовом виде и постараться внедрить в собственном бизнесе. Собственно говоря, наша задача, чтобы эта возможность была у всех предпринимателей Краснодара на сегодняшний день. Но опять же, смотрите, Людмила Викторовна, мы же понимаем, что наверняка сейчас какое-то количество предпринимателей, особенно в малом и в среднем бизнесе, который, на мой взгляд, более гибкий, он более, скажем так, удобен для того, чтобы можно было что-то быстро поменять. Наверняка ведь сейчас, когда закончится карантин, кто-то захочет перестроить свой бизнес, кто-то захочет его перепрофилировать. Если, допустим, раньше он, я не знаю, торговал одеждой, то теперь подумывает, наверное, о торговле продуктами питания. Если кто-то, я не знаю, там шил что-то одно, теперь будет шить что-то другое. Я сейчас о том, что... А город будет это как-то регулировать? Стоит такая задача? Или мы говорим о том, что, ну, это, скажем так, бизнес-отношение, это рынок, и он потом сам выстроит вот те приоритеты и, скажем так, те точки, ну, точки роста, да, он сам выстроит этот бизнес, ну да, этот рынок? Вы, наверное, сами и ответили на этот вопрос, потому что особенность краснодарской экономики в ее многополярности, она разнопрофильная и, собственно говоря, формируется в соответствии с тем потребительским спросом, который в Краснодаре присутствует. И если очень высокая потребительская способность, то, соответственно, развивается торговая сфера торговли и услуг. И запрос сейчас на эту сферу по-прежнему велик. Единственное, что, конечно, нужно сказать, что отраслей, которые не пострадали в этой ситуации, уже не осталось. Прямо или косвенно, потому что в любом случае во всех этих процессах задействованы люди, которые в том числе являются участниками этих экономических процессов. И если доходы упали, снизились, соответственно, даже работающие предприятия почувствуют и уже почувствовали столкнуться со снижением покупательской способности. Но мы рассчитываем на то, что будем вместе выходить из этого кризиса. Многие предприниматели в этой ситуации проявляют, конечно, очень вдохновляющие примеры взаимопомощи. Речь идет обо всех отраслях. Даже были примеры, когда тот, кто работает в строительной отрасли, у которого, собственно, экскаватор предлагал услуги, совершенно безвозмездные, услуги по транспортировке грузов для тех, кому нужна какая-то помощь социальная. Адвокатские конторы предлагают безвозмездную юридическую помощь предпринимателям. То есть примеры такой взаимопомощи. Швейное производство предлагает безвозмездный пошив масок для врачей Краснодара. Таких примеров уже много, об этом говорили и вы, и говорили наши средства массовой информации. Это, конечно, не может не вдохновлять, и все мы это чувствуем. И, конечно, мы тоже готовы способствовать вот этой эстафете. Добрых дел. Да, если позволите. Нам нужно сделать сейчас небольшую паузу. Давайте посмотрим рекламу, а потом мы вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. А мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, уважаемые телезрители, что мы сегодня говорим о малом и среднем бизнесе. О том, как эта часть жизни города Краснодара справляется с карантином, справляется с пандемией. Как мы все выживаем в тех условиях, в которых сейчас находимся. Еще раз напомню, что гостью нашей сегодняшней программы является заместитель начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства города Краснодара Людмила Павлова. Людмила Викторовна, в первой части программы мы с вами говорили о том, как выглядит структура малого и среднего бизнеса в условиях карантина сейчас здесь в городе Краснодаре. Теперь, если позволите, давайте поговорим о той самой поддержке. Потому что президент об этом заявлял и заявлял уже не раз о том, что нужно оказать поддержку бизнесу, неважно, малый, средний или крупный. С другой стороны, практически каждую неделю президент ставит задачи по новым мерам поддержки предпринимательства в нашей стране в условиях карантина. Я правильно понимаю, что вот эту всю информацию, которая есть, неважно, будь то федеральная, краевая или муниципальная, можно получить в едином окне, по единому номеру горячей линии. Вы, кстати, его называли в первой части программы. Безусловно, конечно, потому что мы не можем ограничиться и мы ежедневно генерируем большой объем актуальной информации, которая может быть потенциально полезна предпринимателям. При этом обращаются предприниматели с учетом того, что эти телефоны горячей линии, они доступны, публичны, в интернете, дозваниваются по всем номерам, в том числе и нам. Поэтому мы отвечаем на телефонные звонки из других регионов и из районов Краснодарского края, но, безусловно, работаем с предпринимателями. Очень многие ситуации требуют иногда точечной проработки. Ну и что касается мер поддержки, которые на сегодняшний день действуют, не очень много источников информации. В них, безусловно, сложно разобраться, но есть, скажем, такие базовые источники. Это официальные сайты Министерства экономики, Федеральная налоговая инспекция налог.ру, на которой мониторится. Деловая среда, мой бизнес, федеральный сайт, сайт от Департамента инвестиций Краснодарского края. Безусловно, для Краснодара самый актуальный сайт krd.ru, наш инвестиционный портал администрации Краснодара и Городской думы. Поэтому мы делаем переадресацию в ситуации, с которой обращаются, ну и рассказываем о тех мерах, которые на сегодняшний день существуют. Связанные с налоговыми льготами, связанные с мораторием на проверки, либо с предоставлением информации и с получением микрозаймов, взаимоотношениями между банковскими структурами. Сейчас самый популярный запрос на микрофинансирование, которое проводится в Краснодарском крае, это два антикризисных займа под 0,1% и под 1% годовых. Действительно символическая плата за микрозайм возвратный, но это реальная помощь. На сегодняшний день уже 49 предпринимателей Краснодара воспользовались этим займом. До 150 тысяч предоставляют займы без залоговой базы, до миллиона уже при наличии залоговой базы поручительства. Поэтому детали прорабатываем, рассказываем. У кого нет возможности более детально погрузиться, детализируем эту информацию. И объясняем до тех пор, пока механизм или алгоритм действий не станет абсолютно понятен. Иногда мы на протяжении недели взаимодействуем с субъектами предпринимательства, с предпринимателями. Поэтому рады оказать поддержку любому, кто в ней нуждается. Сейчас мы видим в этом свою основную задачу. Быть проводниками между теми мерами поддержки, которые предусмотрены для предпринимателей и теми, кто в ней нуждается. Вы знаете, когда отвечали на мой предыдущий вопрос, вы произнесли слово банки, межбанковские взаимоотношения, взаимоотношения между предпринимателями и банками. Совершенно понятно, что у нас сейчас такую помощь оказывают достаточно крупные банки. И именно им было поручено этим заниматься. Большие банки медленно проворачиваются с огромным количеством филиалов, с большим количеством людей, с одной стороны. С другой стороны, предприниматель, может быть, не очень большой, у которого один, два, три, десяток, может быть, пятьдесят сотрудников. И наверняка ему тяжело работать с такой большой машиной. Насколько здесь город, в данном случае через ваше управление, может стать посредником, помочь, правильно составить документы, в конце концов, напомнить банкам об их обязанности? Или как-то сказать, что, ребята, неправильно вы здесь трактуете то, что говорится из УЗПрезидента или правительства? Банки имеют достаточно понятную структуру взаимодействия на сегодняшний день. Но, знаете, Алексей, проблема в том, что сейчас вот в ситуации такого, наверное, в ситуации растерянности, в которой оказались предприниматели, ведь речь идет, если речь идет о среднем предприятии, либо о малом предприятии, который имеет штатного бухгалтера, экономиста и так далее, то им разобраться в этой системе координат достаточно просто. Но ведь есть и другие же предприятия, у которых нет... Есть и другие предприятия, в том числе индивидуальные предприниматели, без наемных сотрудников, которые находятся в другом измерении. И вот им как раз разобраться в этом потоке информации, а действительно поток информации на сегодняшний день, и он меняется ежедневно, оказывается непросто. И вот, наверное, мы сейчас в большей степени адресно помогаем каждому из таких вот предпринимателей, которым самостоятельно сориентироваться достаточно проблематично. Ну, смотрите, Людмила Викторовна, ведь у нас и до карантина, у нас же были в городе какие-то определенные формы поддержки предприятий, да, я не знаю, там юридические какие-то услуги, да, и там, я не знаю, там те же самые бухгалтерские услуги, да, и какие-то, там, что-то наподобие, там, каворкинг-центров, да, где можно было наладить какую-то определенную работу для предпринимателей, особенно вот для таких индивидуальных предпринимателей, о которых мы говорили несколько выше. А эта вся работа, она осталась сейчас в городе? Мы сейчас готовы, я имею в виду, мы город, да, мы готовы вот эту поддержку продолжать оказывать? Мы ее, да, не останавливали, консультации актуальны, ну, вот за исключением, конечно, предоставления рабочих мест в каворкинге. Ну, да, здесь понятно. Это понятно, но, тем не менее, возобновится эта услуга, как только появится такая возможность. А что касается дистанционных консультаций, они возможны и в телефонном режиме, и на онлайн-площадке, на сайте, и, собственно говоря, в этом проблем нет. Их предоставляем, оказываем, консультируем, можно получать такую поддержку. Скажите, вот были же какие-то меры определенной поддержки, да, в том числе и финансовой, допустим, там, молодым предпринимателям, которые там только-только начинают свое дело, да, или там, которые, там, вот такие. И я просто не знаю, вот в условиях, в тех нынешних, в которых мы сейчас находимся, насколько такие программы актуальны. Не знаю, может быть, правда, кто-то в городе, вот там, за последний месяц открыл свое дело, вот так вот пришел с нуля, открыл, ему нужна помощь, или такой информации пока еще нет? Ну, если я правильно поняла вопрос, на самом деле, действительно, очень большое количество предпринимателей, которые буквально с нового года начали новую жизнь, открыли новое дело, вступили на путь предпринимательства и столкнулись с буквально недетскими испытаниями в виде кризиса, который сейчас в реальности. Случился, да. Да, поэтому, но кто-то, конечно, сдается, безусловно, без этого никак, у всех разные жизненные обстоятельства, потому что за плечами у каждого человека, если не семья и дети, то какие-то обязательства есть на сегодняшний день. Поэтому здесь, сегодня вопрос стоит, конечно, о выживании здесь и сейчас, но достаточно большое количество предпринимателей стратегию развития своего бизнеса либо перестраивают, либо уже отрабатывают с поправкой на ту ситуацию, которая сегодня происходит. И пока мы еще, по крайней мере, к нам не поступали обращения, связанные с тем, что они намерены закрыть предприятие. А вот вопросы, связанные с трудной жизненной ситуацией, да, они возникают сейчас очень часто, поэтому мы совместно с коллегами из структур администрации, включая социальные структуры, решаем точечно вопросы, с которыми обращаются предприниматели. Ну, у нас совсем немного времени, остается там порядка минуты до конца программы. Людмила Викторовна, вот скажите, ну правда, вот скажите, что все будет хорошо, что это все быстро закончится и, ну, и жизнь наладится, и мы опять вернемся к тому, к чему привыкли. Ну, даже сомнений нет в том, что все будет хорошо, это однозначно. И самое главное, что эту уверенность нам в первую очередь дают сами предприниматели, потому что многие из них говорят сегодня о том, что Краснодару необходим эмоциональный настрой на коллективный успех. Это их посыл, и они готовы, они спрашивают, чем мы можем быть полезны в этом вопросе. И я чувствую, что сплоченность и, знаете, такая вот перекличка в строю происходит сейчас. Кто готов, кто готов сплотиться, кто готов идти дальше, двигаться, развивать Краснодар. Но вот даже в крайне сложных ситуациях вот нет таких панических настроений. Трудно, да, очень трудно, но ищут выход даже в безвыходной ситуации. Этот настрой мы чувствуем, безусловно, не имеем права их подвести, поэтому будем делать все возможное, чтобы наша помощь была адресной, точечной, ощутимой. Ну и, безусловно, очень хочется пожелать удачи и выдержки тем, кто сейчас находится вот на передовой борьбой с кризисом. Спасибо большое, Людмила Викторовна, что нашли время выйти с нами на связь. Уважаемые телезрители, вам еще раз хочу напомнить, что мы сегодня говорили о том, как себя чувствует бизнес, малый и средний бизнес в условиях карантина, в условиях пандемии. И гостем нашей сегодняшней программы была заместитель начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства города Краснодара Людмила Павлова. Еще раз большое спасибо. Здоровье самое главное. Вам и вашим коллегам, ну и, соответственно, нашим предпринимателям. Если будет возможность, передайте от нас слова благодарности. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!